Уже очень много лет я вижу один и тот же сон. Мне снится, что я сплю и не могу проснуться. Лежу в кровати, слышу звуки и ощущаю запахи. Хочу открыть глаза, но не могу. Я хорошо помню свой последний нормальный сон. Это было ещё в младшей школе. В детстве я мечтал иметь конструктора Лего. Вот мне и приснилось, что я нашёл детальки конструктора в своей шапке. Теперь я уже и не помню, каково это, когда видишь во сне какую-нибудь нелепицу. Потому что мне снится одно и то же из разу в раз. Когда люди рассказывают мне о своих фантастических снах, у меня возникает ощущение, что они выдумывают. Наверное, им кажется, что я тоже сочиняю. Лет в десять мне впервые приснилось это. Я лежу в кровати, укрытый одеялом. Я чувствую, что моё тело спит, но мои мысли ясны. Я дышу. Вижу блики света сквозь веки. Хочу открыть глаза, но у меня не получается. Я не знаю, где нахожусь, но это не моя комната. Проснувшись утром, я рассказал свой кошмар маме. Она меня успокоила, но всё повторялось и повторялось. И мне было страшно до тех пор, пока я не привык к своим одинаковым снам. Это происходит со мной до сих пор. В этих снах я всегда сплю не в своей кровати. В том мире идёт время. Когда там зима, я слышу, за окном свистит метель. Снежный пласт падает с жестяного подоконника, и он дрожит. Весною меня на веках мерцают зелёные блики. Я слышу, как шумят деревья за окном. Иногда в моих снах ночь. Идёт дождь, сверкают молнии и гром гремит. А я сплю и не просыпаюсь. У меня были такие мысли. А вдруг я в коме, и вся моя жизнь мне только снится? Но если я в коме, тогда и вы все тоже? Не может такого быть. Я же знаю, что другие люди такие же настоящие. Иначе просто подумать страшно. Но и то, что мне снится, тоже очень похоже на реальность. Это полный мир, который я осязаю, слышу и чувствую. Там происходят редкие изменения, которые отражаются на последующих снах. Примерно год назад мне снилось, что кто-то зашёл в комнату. Половицы сильно скрипели. Дом очень старый. Этот кто-то стащил с меня одеяло. Я лежал под ним много лет. Каким же пыльным стал воздух. Я чихнул во сне, но не проснулся. И меня укрыли новым, пуховым, тёплым одеялом. Я услышал, как тот, что пришёл, свернул старое одеяло и покинул комнату, не сказав ни слова. Это был не последний раз, когда в моих снах кто-то приходил ко мне. Однажды мне снилось, что в комнате открыто окно. Кто-то его открыл. Я чувствовал, как с улицы тянет прохладный воздух, и там были слышны голоса птиц. Они не пели, а только тихо чирикали и хлопали крыльями. Мне оказалось, что и природа в том мире тоже какая-то полуспящая. Всё такое тихое, сонное, спокойное. Из-за всего этого у меня наяву иногда возникает ощущение нереальности происходящего. Такое ужасное, тревожное чувство. Будто всё пластилиновое. Всё пластиковое. Всё невзаправду. Я ходил к психотерапевту. Мне назначили противотревожные препараты. Они не помогали, а только усиливали тревогу. Не знаю почему. Ещё мне диагностировали нарушение сна и прописывали снотворное. Это на время лишало меня всяких сновидений, что уже неплохо. Но рано или поздно мне снова снится, как я сплю и не могу проснуться. Иногда я ворочаюсь и ощущаю, что моё тело до сих пор детское. Руки и ноги тонкие. Во снах мне будто до сих пор 10 лет или меньше. Почему я не вырос? Ведь прошло столько времени. Не говорите мне, что у меня с кукухой не в порядке. Это я и без вас знаю. Но вот задумайтесь на минуту. Вдруг мы и правда все спим? А мир в моих снах это место, где мы все когда-то уснули и спим до сих пор. Иногда, размышляя на этой волне, я задумываюсь. А что случилось с теми людьми, которые уже умерли? Мой отец умер. Моя бабушка умерла. Моего хорошего знакомого сбила машина и он погиб. Что с ними случилось? Неужели они умерли во сне? Или наоборот? Проснулись? У вас есть версии? Продолжение следует...